Ну а мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки и начинаем с ночи. Ночь была неспокойная, как и многие другие. И начиная со вчерашнего вечера, Рашистская Федерация пыталась атаковать нашу страну средствами воздушного нападения самолетов стратегической авиации пятью крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101. Пуски этих ракет осуществлялись из воздушного пространства Саратовской области Рашистской Федерации. А в течение ночи еще к этим пяти крылатым ракетам добавилось 19 ударных беспилотников типа Шахет и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск и Курская область. Это Рашистской Федерации. Основное направление удара и ракет и беспилотников различными маршрутами было направлено на город Староконстантинов в Мельницкой области. Все никак не могут успокоиться Рашисты, видимо думая, что там могут появиться самолеты Ф-16. Действительно, они там в 2018 году во время проведения совместных учений с НАТО ТФ-16 прилетали и базировались именно на авиабазе в Староконстантинове. Но это не значит, что сегодня они прилетят тоже туда. И вообще вопрос, прилетят ли. Мы их ожидаем. И ожидаем уже больше полугода с декабря прошлого года. В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Мельницкой, Сумской и Черкасской областях. То есть по ходу продвижения ракет. Кстати, надо отметить, что методика комбинированного воздушного удара была такая же, как и по Киеву 8 июля. То есть и ракеты, и шахеды заходили на Староконстантинов с разных сторон. Причем старалось рашистское командование, старались подгадать время захода на удар примерно одинаковое. Чтобы практически одновременно. Но тем не менее, до самого Староконстантинова почти ничего не долетело из числа пяти ракет. Они сбивались, я же говорю, и в Сумской, и в Черкасской областях. Также противовоздушной обороной было сбито 11 шахедов и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Остальные восемь беспилотников были локационно потеряны. Что это значит? Это значит, что они исчезли с радаров наших систем. Вероятно, с целью перегрузки нашей противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных беспилотников. То есть, вполне возможно, что это пустышки, задача которых была просто отвлечь системы ПВО и создать условия дополнительного расхода ракет для уничтожения воздушных целей. Поэтому информация о пострадавших, что где-то упали эти восемь беспилотников, на данный момент не поступала. Но, обращаясь к жителям, особенно тех областей, которые я перечислил, в которых проводилась боевая работа противовоздушной обороны нашей страны, может быть, эти беспилотники, это могут быть пустышки, могут быть лобушки, они где-то могли упасть. И, соответственно, люди их могут найти. Поэтому, если вы нашли такие предметы, не играйтесь в саперов. Не трогайте эти предметы, обозначьте место какой-нибудь вихой, каким-нибудь колышком, и сообщите либо в государственную службу по чрезвычайным ситуациям, либо местной полиции, либо местной администрации с указанием места нахождения этих предметов. Они уже разберутся, что с ними делать. Так что берегите себя, не рискуйте лишний раз. Вот такая обстановка была ночью, воздушная обстановка. Ну, а теперь мы опускаемся на землю и идем на линию фронта. Линия фронта у нас идет от Харькова до Олешек. И за прошедшие сутки на всей линии фронта было зафиксировано 120 боевых столкновений. Есть небольшая тенденция к снижению количества боевых столкновений за прошедшие сутки. За минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар с применением пяти ракет, сбросил более ста управляемых авиабомб и совершил более 4 480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта. Также противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. По оперативным направлениям. Начинаем с Харькова. Харьковское направление. Тут враг продолжал активные действия. В общей сложности здесь произошло 6 вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Окупанты задействовали для поддержки авиацию. Но несмотря на такие усилия со стороны оккупантов, я говорю, что здесь мы контролируем ситуацию. Здесь инициатива практически на нашей стороне. Наши войска улучшили свои позиции и имели тактический успех в самом городе Волчанске. Как я и говорил, постепенно идет выдавливание расистских войск с территории города Волчанск. Кстати, увеличивается разрыв между агрегатным заводом, где заблокирована часть расистских оккупантов, и основной группировкой расистских войск, которую мы постепенно выдавливаем с города Волчанск. В районе Глубокого, это второй плацдарм, который в основном называем по населенным пункту Липцы, потому как основная задача была расистских войск туда прорваться, но они были остановлены на рубеже Глубокого. Так вот, в районе Глубокого тоже есть хорошие новости, в том плане, что мы создаем, ну не знаю, получится или нет, но можем создать угрозу окружения небольшой группировки расистских войск, если они своевременно не отступят. Но тем не менее, и как я уже говорил ранее, на Харьковском оперативном направлении, на обоих плацдармах, расистское командование сейчас решает дилемму. Видите, их цель сыграла ровно против них. Целью церашистского командования было растянуть наши войска, особенно они надеялись, что мы будем оттягивать, ну ближайшее откуда, это Купинское направление, да, оперативное, и они начнут наступательную операцию. Мы сориентировались и, несмотря на все усилия расистских войск, мы использовали резервы с другого, из другого места, и, соответственно, не ослабили Купинское направление. Но при этом смогли создать такое соотношение сил и средств, когда мы наносим огромные потери расистским войскам. В результате чего сейчас расистское командование вынуждено думать, где брать резервы для того, чтобы удерживать наступательный темп. Они прекрасно понимают, вот видите, 6 штурмов они провели, да, но если они прекратят эти штурмы, а у них реально сил и средств на проведение этих штурмов, ой-ой-ой, как мало. И они каждый раз подбрасывают, снимают где-то там батальон, снимают даже полк, перебрасывают сюда, на Харьковское направление. Но и это дает пока что им возможность проводить вот такие вот там 6, 5, 4 штурма в сутки. Почему? Потому что как только они перейдут в глухую оборону, то есть прекратят наступательные действия, соответственно, наше командование, наши войска начнут активные контрнаступательные действия на отдельных участках. И, соответственно, расистским войскам придется выбирать, либо там остаться навсегда, умереть, либо отступать на свою территорию в Белгородскую область. А тем более, что и тылы мы прорежаем за счет возможностей или разрешения на малую дальность применять все огневые средства по территории врага, там, где он нас атакует. Поэтому подтянуть или держать какой-то резерв там будет очень тяжело. Получается, что демилитаризованная зона или буферная зона, как мечтал Путин, теперь формируется на территории Белгородской области. Причем не только, и Курской в том числе. Мы сегодня об этом еще поговорим. Так что Харьковское направление здесь ситуация в нашу пользу. Атаки врага отбиты. Мы улучшили свое тактическое положение в Волчанске и продолжаем давить врага. Купинское направление. А вот тут более-менее наши войска стабилизировали фронт. И да, противник еще пытается поддавливать на некоторых участках Купинского оперативного направления, но уже не так активно. Выдохлись. Они поняли, что прохода нет, слабых мест в обороне нет. Да, они где-то там продвинулись немного вперед, но не факт, что они заняли лучшие позиции для обороны, чем были у них до этого. Наоборот, может быть, в районе той же Синьковки, в районе того же Песчаново, теперь расширские позиции хуже, чем были ранее. И наши войска могут больше наносить урона расширским оккупантам. Всего на Купинском направлении за сутки было зафиксировано 7 боевых столкновений. 7 атак было предпринято со стороны расширских войск. Это Синьковка, Ольшанка, это Берестово. Вот это основные участки, где были самые активные боевые действия на Купинском оперативном направлении. На остальном линии фронта здесь были в основном позиционные бои, в основном это все ограничивалось перестрелками и обменами артиллерийскими и авиационными ударами. Так что на Купинском оперативном направлении линия фронта остается без изменений. Мы проводим мероприятия по стабилизации фронта и усилению нашей обороноспособности. Лиманское направление. Тут нашим войскам пришлось отбивать 11 штурмов противника. В основном штурмы сосредотачивались в районе Макеевки и Невского, но ни один из штурмов не увенчался успехом. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Линия фронта на Лиманском оперативном направлении остается неизменной. Северское оперативное направление. Здесь враг проявлял очень большие усилия в плане попыток продавить нашу оборону. Также активно использовал артиллерию и авиацию. Несмотря на то, что наше командование зафиксировало всего 8 боевых столкновений на Северском оперативном направлении, и они распределились примерно в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки, Выемки. К сожалению, враг имел частичный успех в районе Раздоловки. Продвинулся на несколько сотен метров, наши войска оставили несколько позиций. Но там уже нечего было практически оборонять, поэтому, скорее всего, было принято решение на отход с этих позиций. В остальном, на Северском оперативном направлении, линия фронта осталась без изменений. Больше или на других участках наши войска не допустили потери позиции. Краматорское оперативное направление. Тут враг продолжает давить на нашу оборону, но уже с меньшей интенсивностью. Вообще, надо отметить, я уже говорил в начале, что есть общее снижение интенсивности боевых действий, что говорит о том, что нужна перегруппировка. Видимо, передний край, первый эшелон рашистских войск вдоль всей практически линии фронта очень сильно поизносился. То есть, потери довольно ощутимые. И для того, чтобы либо возобновить наступательный темп, либо хотя бы его поддержать, вернуть на тот же уровень, который был, вот неделю было по 140 боевых столкновений в сутки. Тут бах, резкое падение до 120. Так вот, на Краматорском оперативном направлении до 5 упало количество боевых столкновений за прошедшие сутки. То есть, всего 5 штурмов было предпринято врагом на нашей позиции. И в основном это Клещевка, Часов-Яр и Ивановская. То есть, южный фланг и Лоб. Продолжают они Лоб пытаться атаковать. Они вышли, кстати, очень интересно было наблюдать, точнее не наблюдать, а ознакомиться с воем на болотах, который подняли расистские военкоры в своих социальных сетях. В том плане, что они вышли на канал. Практически на большинстве протяженности канала в районе населенного пункта Часов-Яр они вышли на этот канал. И, о ужас, а как его форсировать? А форсировать его без инженерной техники невозможно. А выгнать инженерную технику на ноль тоже невозможно. Наша артиллерия работает по левому берегу канала на полную мощность. Поэтому для врага это теперь будет естественная преграда, довольно серьезная. И для того, чтобы ее преодолеть. Кстати, в районе Калиново наша оборона организована более-менее грамотно и устойчиво. Имеет высокую устойчивость. И там враг даже не предпринимает попыток штурма наших позиций. То есть северный фланг Краматовского оперативного направления более-менее стабилен. А вот южный фланг они пытаются. Ну, в лоб я вам уже сказал. А вот Ивановская и Клещиевка это попытка продавить южный фланг. Кстати, южный фланг сколько месяцев уже держится этот рубеж. В Ивановском они месяц назад имели небольшой успех. И продвинулись немного вперед. Особенно вдоль трассы на Константиновку-Покровск. Но, тем не менее, нашим войскам удалось остановить, купировать это продвижение. Остановить и наращивать оборонительные усилия. И уже вот сам этот южный фланг Ивановская, Клещиевка, Андреевка уже несколько месяцев стоит на месте. И враг ничего не может сделать. Это, кстати, один из вариантов плана через вот этот южный фланг Кравнаторского оперативного направления. Зайти на Константиновку для того, чтобы ударить с юга запада по Часовому Яру. Там вдоль трассы на Константиновку пройти и выйти на оперативный простор, подняться на холмы в самом Часовом Яру. Не тут-то было. Поэтому здесь, на Краматорском направлении, линия фронта и в прошедшие сутки остается без изменений. А вот Торецкое направление, здесь враг пытается продавить наше... Вот, кстати, они используют Торецкое направление. Там у них, ну, как я и говорил, там, где они имели частичный успех, они сразу же начинают туда бросать в бой все, что есть. И они поторопились, бросили все, что было, дивизию мотострелковую, которая стояла там в резерве во втором эшелоне. Вот они ее ввели в бой. А нашим войскам удалось за несколько прошедших суток, удалось более-менее нарастить оборонительные усилия для того, чтобы купировать продвижение врага. Сейчас там самая тяжелая обстановка, это Нью-Йорк и Северная. Враг 18 раз атаковал наши позиции на Торецком оперативном направлении. Атаки распределялись на Торецк, на Северное, Железное, Нью-Йорк, на Донецкой области. Самая сложная обстановка Нью-Йорк, мы сейчас выясняем, где же там сейчас проходит линия боевого соприкосновения в этом населенном пункте. Там идут ожесточенные бои, уличные бои. Также довольно тяжелое положение в районе населенного пункта Железное и Северное. Но тем не менее, там даже возникло некоторое двоякое понимание событий. Команда аналитиков Deep State говорит о том, что Нью-Йорк, идут бои уже в центре города, что нашим войскам пришлось немного отойти. И расистские войска практически берут город под свой контроль, оккупируют его. Но пресс-офицер группы войск Хортица опроверг эту информацию и сказал, что бои идут на окраинах населенного пункта. То есть враг как бы не продвинулся дальше. Поэтому пока что, согласно сводке Генерального штаба, мы фиксируем, что на Торецком оперативном направлении линия фронта без изменений. Положение крайне тяжелое, особенно вот три населенных пункта. Это Нью-Йорк на первом месте по тяжести самое тяжелое положение. А также очень тяжелое положение в Железное и Северное. Враг напирает 18 атак на одного. Они надеются, что они захватят Торецк и с Торецка они пойдут на Константиновку. Там прямая дорога, прямой выход, точнее там трассы нету, но сама местность позволяет выйти на трассу и двигаться дальше на Константиновку. Поэтому они вцепились за Торецкой направлением. Тем более, что на Торецком направлении они имели частичный успех. Поэтому пытаются нарастить там усилия вводом в бой всего того, что там есть. Ну, с одной стороны, больше нечего вводить. Кроме этой мотострелковой дивизии, дальше я уже говорил, резервов больше нет. Посмотрим, насколько хватит войск для осуществления давления на нашу линию обороны. Далее идет у нас Покровское направление. Направление главного удара, которое не снижается активность боевая рашистских войск. 41 атака оккупантов была зафиксирована нашим командованием за прошедшие сутки. И атаки в основном распределились Новоалександровка, Воздвиженка, Калинова, Новоселовка-1, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка. То есть, если посмотреть на карту, то это вся линия фронта Покровского оперативного направления. Ну и, конечно же, Новоалександровка в районе Воздвиженки, там 14 атак было предпринято рашистами в направлении Воздвиженки от Новоалександровки. И да, мы тут констатируем, что враг имел частичный успех в районе Новоалександровки в направлении Воздвиженки и немного продвинулся вперед. Но они пытаются дойти до вот этих высот. Кстати, надо отметить, что благодаря стойкости нашей обороны, мужеству наших защитников, они не дают противнику легко добраться до самой Воздвиженки. То есть, это еще бои на подступах к высотам, на которых находится Воздвиженка. То есть, враг прикладывает, если так можно выразиться, на Покровском оперативном направлении, враг прикладывает просто титанические усилия для того, чтобы дойти до Воздвиженки. Да, за Воздвиженкой трассы, 5 километров от Воздвиженки, находится трасса на Константиновка-Покровск, которая снабжает, и она же идет дальше на Бахмут, но от нее отвифление поворачивает на Торецк. То есть, это трасса, которая снабжает практически 2 оперативных направления. Это Часов-Яр, ключевой на сегодня населенный пункт на Краматорском направлении. И это Торецк, тоже ключевой населенный пункт на Торецком оперативном направлении. Поэтому враг просто рвет жилы и ложит людей не очень много. Самые большие потери на Покровском направлении. Кстати, британская разведка, уже разведка, уже не Форбс. Форбс, я вам рассказывал, там 99 тысяч, это скорее всего, немножко они переборщили или ошиблись в подсчетах. Так вот, а британская разведка, она не ошибается. Она, в принципе, дает довольно объективные цифры. Так вот, британская разведка говорит, что на Донецком направлении, вот, Донбасс, если брать целым, это Краматорское, Торецкое, Покровское, 70 тысяч. 70 тысяч потерь рашистских войск за два месяца боевых действий. То есть, 35 тысяч, это санитарные потери, это убитыми и ранеными, понес противник только вот на Донецком оперативном направлении. И, как делают вывод аналитики британской разведки, что такое количество потерь будет сохраняться и далее. А, возможно, будет расти. Почему? Потому что мы наращиваем боевой потенциал, все-таки подходит техника, все-таки есть у нас поставки боеприпасов. Сегодня уже лимиты артиллерии практически расширены до летних прошлого года, когда мы накопили необходимое количество и фактически имели возможность вызывать огонь артиллерии при первой необходимости. Сейчас мы возвращаемся примерно на такой же уровень применения артиллерии. И, что самое главное, нам хватает артиллерии для ведения как контрбатарейной борьбы с артиллерией противника, так и для выполнения огневых задач в интересах нашей пехоты. Поэтому потери у врага просто катастрофические. Но, тем не менее, расширское командование гонит своих солдат на убой, пытаясь захватить хотя бы еще метр нашей территории. Причем, иногда даже доходит до абсурда, когда записывают видеоролики расширские военные или рассказывают те, кто попал в плен, что там была рота 100 человек, их погнали в атаку, осталось 10 человек. Так этих 10 человек пристегнули к следующей роте и тоже погнали в атаку. И они пошли. Ну, он, правда, тот, кто рассказывал, принял решение, что во второй этой атаке он просто сдался в плен нашим войскам. Бросил оружие, поднял руки и сдался в плен. И в результате чего остался жив. И сейчас находится в нашем плену, получает медицинское обслуживание в рамках Женевской конвенции и трехразовое питание и содержание в нормальных человеческих условиях. Вот вам яркий пример отношений к солдату в армии, в вооруженных силах Украины и в расистской оккупационной армии. Далее идет у нас Кураховское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Просковеевка и Константиновка. Те же самые участки Кураховского оперативного направления, где враг пытается продавить нашу оборону. Шесть штурмов организовали. Рашистское командование организовало на нашей позиции. Ни один из штурмов не увенчался успехом. Наоборот, понеся потери, противник отошел на исходные рубежи. Так что на Кураховском оперативном направлении силы обороны не допустили потери позиций и линия фронта остается без изменений. Дальше Времовское оперативное направление. Тут 11 штурмов было предпринято врагами за прошедшие сутки. Причем тут особенность на Времовском направлении, что они долбили всеми этими штурмами в одно место. Недалеко от урожайного. Они пытались проломить нашу оборону безуспешно. Каждый следующий штурм просто приносил очередное количество потерь для расширских войск. Ну я вам уже рассказывал, что когда захлебывается атака. Когда потери достигают 50% и более. А при 30% эта атака просто умывается кровью. И там уже даже некому, точнее при 70% потерь, уже эта атака практически провалена полностью. Что и произошло на Времовском направлении в районе урожайного. Так что линия фронта на Времовском направлении остается без изменений. Ну на Гуляй-Польском направлении враг, я так понимаю, смог сорганизоваться только на одну атаку, на один штурм наших позиций в направлении Гуляй-Поля. Потерь позиций с нашей стороны не допущена. Атака захлебнулась. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Линия фронта на Гуляй-Польском направлении остается без изменений. Примерно такая же картина на Ореховском направлении. Тут два боевых столкновения было зафиксировано в районе Малой Токмачки. Оба. Которые не принесли врагу никаких успехов. А линия фронта на Ореховском направлении осталась без изменений. И Приднепровское направление. Тут тоже враг пытался выбить наши войска с левого берега реки Днепр. Две атаки были предприняты расистскими оккупационными войсками на наши плацдармы на левом берегу. Но ни одна из атак тоже не увенчалась успехом. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Наши плацдармы продолжают сражаться. Продолжают пытаться наращивать боевые потенциалы. И наносить врагу максимальный ущерб. Ну и остается у нас два небоевых оперативных направления. Это Волынская и Полесская. Здесь оперативная остановка без существенных изменений. Была отмечена активность по началу учений территориальной обороны в городе Орша. Начал не самопровозглашенный Лукашенко проводить с войсками белорусской армии. Было замечено движение рашистских войск по железной дороге по территории Белоруссии. Но это убывал парадный расчет, который принимал участие в параде, посвященном 3 июля, посвященном Дню Независимости Белоруссии. Обратите внимание, в состав воинского эшелона входили людские вагоны, в которых перемещался личный состав танки 10 единиц. Внимание, Т-34. Представляете, Рашистская федерация возила танки 10 танков Т-34, Восила в Минск на парад, посвященный ни Т-90, ни Т-80БВМ, ни Т-72Б3М, то есть последней водификации. Нет, танки Т-34 возили на парад. Мстабе была представлена, это буксируемый вариант. И несколько Уралов и других военных машин, грузовых, для перевозки личного состава в парадных расчетах. Вот весь парадный расчет, который смогла делегировать Рашистская федерация в условиях сегодняшней войны для участия в этом параде. Это вот то, что происходит на Волынском и Полесском оперативном направлении. Далее у нас идет граница Сиверское направление, это граница Черниговской и Сумской областей. Здесь тоже ситуация остается тяжелой из-за обстрелов нашей территории со стороны Рашистской федерации. Также враг продолжает пытаться проводить диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории. Пытаясь зайти на нашу территорию. Ну а в основном ситуация в принципе не изменилась. Единственное, что надо отметить, что в Курской области, которая граничит с Сумской областью, наши войска уничтожили все автоматические заправочные станции. На одной даже возник пожар станции, но в любом случае они закрыты. Почему? Потому что Рашистское командование, не имея возможности обеспечить логистикой, обеспечить тылом те части и подразделения, которые стоят там на прикрытии госграницы, которые обстреливают нашу территорию и пытаются проводить диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории. То есть у них логистики, тыловой логистики практически нет. Они заправляли технику на этих заправочных станциях. Естественно, раз там заправляется боевая техника военная, то это становится легитимной военной целью. Что наши войска и сделали. Все четыре заправки в Суджинском районе Курской области уничтожены. Теперь местное население, там проживает более 10 тысяч человек, ездит в соседний район на заправочные станции. Там образовался дефицит топлива и стоят в очередях. Вот такая вот, если бы погнали, не дали военным машинам заправляться, значит заправки были бы целы и никаких проблем с бензином у местного населения не было бы. Сегодня вот такая сложилась там обстановка. Так что по огневым задачам, это по оперативным управлениям мы с вами прошлись. Теперь по огневым задачам, которые выполняла авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины. За прошедшие сутки было поражено 6 пунктов управления войсками различного уровня, 1 район огневых позиций артиллерии, станцию радиоэлектронное слежение и район сосредоточения личного состава 1 и техники, вооружения и техники врага. В итоге за прошедшие сутки общие потери расистских захватчиков составили в личном составе более 1030 человек, точнее оккупантов. Также по технике и вооружения в танках 9 единиц, в боевых бронированных машинах 23 единицы, в артиллерийских системах 48 единиц, в средствах ПВО 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 26 единиц, ракеты различного типа 5 единиц, автомобильной техники 84 единицы и 8 единиц специальной техники. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях нашей страны. Ну а теперь скажем еще два слова о военно-политической обстановке, которая происходит вокруг нашей страны и внутри нее. Ну уже подводить итоги саммита не будем, мы его практически с вами подвели, ничего нового не произошло. Единственное надо будет добавить то, что Джо Байден встретился с президентом Зеленским отдельно на полях саммита. Была персональная встреча. Хотя он перед этим, точнее потом он на совместном брифинге перепутал фамилию президента Зеленского, назвал его Путиным. Вот, ну Зеленский в принципе отделался довольно неплохой шуткой, он сказал, что он лучше, чем Путин. И это было воспринято как шутка. Но тем не менее, на совместной встрече самое главное, что сказал Байден, ну он подтвердил, что Украина должна победить в этой войне. Наконец-то он изменил риторику и его месседж теперь Украина должна победить в этой войне, а Россия должна проиграть в этой войне. Вот это его месседж. И Джо Байден объявил о очередном пакете военно-технической помощи, это уже шестой пакет от США за последние три месяца, не три месяца, май, июнь, июль, ну не полных. Вот, и это малый пакет, он на сумму 225 миллионов долларов. Обычно в такие пакеты входят боеприпасы, что мы и наблюдаем. В пакет вошли одна батарея ЗРК Патриот, Соединенные Штаты дают нам, боекомплект для ЗРК НАСАМС, ракеты для ПЗРК Стингер, дополнительные боеприпасы для Хаймарс, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, оборудование и ракеты для ПТРК ТОУ, противотанковые комплексы Джевелин и противотанковые гранатометы АТ-4, патроны для стрелкового оружия, взрывное оборудование, запасные части оборудования для технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование. Общая стоимость составляющих этого пакета, как я уже сказал, 225 миллионов долларов США. Средства выделяются по программе PDA, прямые поставки из запасов армии США. То есть тут ничего ждать не надо, Джо Байден объявил и сразу же пошла отгрузка и бортами военно-транспортной авиации, Геркулесы понесли снаряды и ракеты плюс Патриот в Европу, а потом уже автомобильным транспортом в Украину. Так что это то, что мы по лугу первой партии поступим в течение одной недели. Так что ожидаем. Спасибо за очередной пакет боеприпасов, как всегда, вовремя и очень и очень нужны. Далее в результате подписания договора о сотрудничестве в военной сфере, наше политическое руководство называет его Беспековый договор, ну пусть будет так. Так вот, там один из пунктов был добавлен или включен в договор о том, что в Польше, на базе войска польского будет организован украинский легион для добровольцев из Украины. Он уже объявлен о его создании и уже подали заявки, как заявил, я вам сейчас рассказываю, несколько тысяч человек. Многие мужчины в Европе думают о службе в Украине, с ними нужно разговаривать лично. Это уже цитата пресс-офицера третьей отдельной штурмовой бригады, которая, увидев такое желание среди беженцев и тех, кто эмигрировал из страны в начале этой войны, но сегодня уже готовы вернуться и защищать, то есть третья штурмовая бригада начинает рекрутинг личного состава среди беженцев в странах Европы. Я думаю, что Польша это будет первый почин. А дальше можно и Германия, Испания, Чехия, там где очень много наших граждан, можно прообъявлять такой же набор. Тем более, преференция или гарантии. Первое, то, что экипируют действительно согласно НАТОвских стандартов, то есть НАТОвская экипировка, Польша берет на себя этот вопрос. Плюс обучение. Не ускоренные курсы, как говорил один киногерой, ускоренный курс взлет-посадка, а нормальное обучение по программе подготовки специалистов, там разные будут, не только пехота. И потом уже отправка в Украину, уже в составе, возможно даже в составе подразделений. То есть вполне возможно. Либо по специальности, группами по специальностям, а здесь распределение по воинским частям. На должности согласно военно-учетной специальности. Поэтому, это кстати, то, что третья штурмовая подхватила, это очень, я думаю, хороший, позитивный момент. Те бригады, которые проводят самостоятельный рекрутинг, которым сегодня это разрешено. Я думаю, что это будущее. За этим будущее. Надо мотивировать людей. И мотивированный солдат, он стоит 10 мобилизованных. И они, я думаю, что другие бригады тоже присоединятся к рекрутингу на территории европейских стран, для того, чтобы организовать мобилизацию мотивированных людей для пополнения своих подразделений и частей. Так что, хороший почин, хорошее начало. Дай бог, чтобы это дальше имело свое продолжение. Генеральная ассамблея. Вот тут, вот где надо работать. Не бегать с очередным саммитом. Давайте быстро проведем, пока еще не прошли выборы в США. И пригласим Россию и сдадимся. Нет. Вот Генеральная ассамблея ООН, как бы мы там не обижались или не критиковались за бездействие самого руководства ООН, высшего, потому что оно реально не дорабатывает, согласно даже уставу ООН. А вот Генеральная ассамблея собралась и приняла резолюцию о безопасности ядерных объектов в Украине. Теперь Россия, эта резолюция начинается со слов, что Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска с территории Запорожской атомной станции, передать станцию под контроль Украины. Чтобы мы могли обеспечить ее безопасную эксплуатацию и тем более убрать оттуда, демилитаризировать эту зону и вернуть станцию к нормальной работе. К сожалению, резолюция Генеральной ассамблеи ООН носит декларативный характер, то есть это рекомендация, она не обязательна к исполнению, в отличие от резолюции Совета безопасности ООН, которая является обязательной к выполнению для всех стран-членов Организации Объединенных Наций. Так что вот такие надо создавать резолюции. Плюс 90 стран проголосовало за, 60, более 60 воздержалось и 9 стран проголосовали против. Ну, даже гадать не будем, кто проголосовал против. Этот список, он неизменный уже на протяжении двух лет. Также вот на полях саммита в Вашингтоне был подписан соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Европейским Союзом и Украиной. Договор призван обеспечить способность Украины успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность. Сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем, подчеркивают подписавшиеся страны, среди которых Германия, Франция, Испания, ряд других государств есть, а также Япония, Канада, Великобритания и США. То есть это не только с Европейским Союзом, это более широкий такой договор о сотрудничестве в военной и оборонной сфере. Страны-участницы договора взяли на себя обязательство поддерживать неотложные потребности Украины в области обороны и безопасности. Сегодня другое обязательство касается оперативной и коллективной реакции в случае будущего вооруженного нападения России, Рашистской Федерации на Украину, после завершения текущих боевых действий. Под такой реакцией подразумевается, в частности, предоставление оперативной и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение экономических и других издержек на Рашистскую Федерацию. Вот такое вот обязательство взяли на себя страны подписать. 26 стран подписало этот договор. В разведке Германии и Соединенных Штатов при совместной работе предотвратили попытку покушения на генерального директора компании Rain Metal. Об этом со ссылкой на 5 американских и других западных чиновников сообщает телеканал CNN. По его данным, в начале этого года разведка США узнала, что российское руководство планировало покушение на главу крупнейшего ФРГ оборонного концерна, который производит вооружение для украинской армии в том числе. Американские спецслужбы передали информацию коллегам из ФРГ, а те смогли сорвать покушение, говорится в сообщении CNN. Компания Rain Metal одна из крупнейших производителей снарядов и военной техники в Европе. В частности, она поставляет в Украине снаряды калибра 155 мм, которые в боях используют вооруженные силы Украины. Ну, видите, да, то есть, ну вообще вызывает, конечно же, огромный вопрос, почему, зная такие факты, имея доказательную базу, предотвращая такие террористические акты со стороны Рашистской Федерации, почему до сих пор Рашистская Федерация не признана страной-террористом. Кстати, мы должны быть законодателями, почему наше политическое руководство не ставит этот вопрос на голосование в Верховной Раде и не признает Россию страной-террористом. Дальше реакция будет, я думаю, только в пользу, в плюс, только в поддержку такого признания. А мы все играемся, давайте саммит проведем очередной, на котором поговорим, а может быть и договоримся, то есть сыграем в договорничок. Ну, произошло еще на полях саммита, видите, кстати, о саммите мы практически вчера проговорили, итогов, ну, как таковых, если не считать отдельных плюсов, то в основном саммит ни о чем, скажем так. Поговорили, да, они отметили 75-ю годовщину, а таковых кардинальных каких-то изменений не произошло. А вот на полях саммита произошло очень много событий, и встреча двух президентов Украины, США, и новый пакет военно-технической помощи, и подписание договора с странами-гарантами безопасности, точнее не безопасности, а сотрудничества в военной сфере, и да, в некотором смысле вопросов безопасности. И даже произошли такие скандальные события, которые действительно разразился огромный скандал, это то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом. Но тут, в принципе, не сама встреча, а встреча, как бы, никто же не может ее запретить, но то, что Орбан просто хлопнул дверью и уехал с саммита досрочно. Вместо Орбана на саммите выступал Сеярта, это министр иностранных дел Венгрии. Так вот, мало того, что Орбан хлопнул дверь и уехал на ранчо к Трампу встречаться, да, разговаривать про мир, то Сеярта, выступая вместо Орбана на саммите в Вашингтоне, еще и вызвал скандал. Скандал вызвало в речи министра то, что он заявил, что Будапешт рассматривает возможное возвращение Трампа в Белый дом как шанс для мира. То есть он поставил прямую зависимость, что если Трамп вернется в Белый дом, будет мир. Если Байден останется в Белом доме, мира не будет. То есть представляете, какое обвинение президента Соединенных Штатов и его администрации в том, что они разжигают или поддерживают эту войну. Мы продолжим выступать за диалог и дипломатические каналы, поскольку нынешняя стратегия последних двух с половиной лет потерпела полный провал, заявил глава Министерства иностранных дел в Венгрии на встрече с Владимиром Зеленским. За последние две недели Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках самопровозглашенной миротворческой миссии, в кавычках миротворческой, понятно, потому что это капитуляция Украины с ликвидацией нашей государственности и ущемлением нашей территориальной целостности, посвященной урегулированию военного конфликта в Украине. Его встреча с президентом России, нелегитимным Путиным, особенно обеспокоила других членов НАТО в связи с тем, что эта поездка придает легитимность нелегитимному Путину. Вот даже в НАТО считают Путина нелегитимным. В то время, когда Запад хочет изолировать его, об этом пишет Ройтерц. Ну и, соответственно, Европа еще раз задумалась и юридическая служба Европейского Союза, Совета Европы, сейчас рассматривает вопрос о возможном досрочном прекращении полномочий Венгрии на посту главы Европейского Союза. Почему? Потому что действия Орбана не соответствуют политике Европейского Союза. Он дискредитирует Европейский Союз своими действиями. Далее подарки продолжаются, военно-техническая помощь от разных стран продолжается, и премьер-министр Дании призвала передать Украине все системы ПВО, которые есть в стране. Кстати, очень хороший шаг, прекрасно понимая, что Дания находится, Дания вообще впереди планеты всей. Они и самолеты предложили, одни из первых нам передавать, и пилотов готовить собирались. Пока Соединенные Штаты не вмешались, сроки были, вообще Дания готова была в декабре 23-го передать первые самолеты вместе с обученными нашими пилотами. Но и теперь Дания первая инициировала прямые инвестиции в наш военно-промышленный комплекс. Они купили 18 САУ Богдана. Я вчера об этом вам рассказывал. И сейчас Дания выступила вот с такой инициативой. Надо отдать все ПВО, системы ПВО, которые есть в стране, отдать Украине. А сами там разберемся. Тем более есть авиация, есть зонтик НАТО над Данией. Поэтому они приняли такое решение. Возможно, в ходе саммита она напомнила, что ранее Дания поставила ВСУ всю свою артиллерию. Они отдали ВСУ. Сейчас они там решают вопрос пополнения парка артиллерийских систем для ВСУ Дании. Но это уже как бы задача второстепенная. Главное, что мы в тот момент получили такое большое количество артиллерийских систем, которые передала нам Дания. Не ждали пока где-то снимутся складов с хранений. Не ждали пока кто-то произведет. А нам их просто вручили. Ну и хочу привести несколько новостей из Запоребрика, что там творится на болотах. И начнем мы с информационно-психологической спецоперации, которую разворачивает Министерство иностранных дел Рашидской Федерации в информационном пространстве. Видимо, готовя удар по нашим плотинам гидроэлектростанции. Захарова, рупор МИД РФи заявила, что Киев готовит уничтожение Киевской и Каневского водохранилища. Об этом заявила Захарова на своем брифинге. Да, понятно, что надо быть просто идиотом для того, чтобы попытаться или уничтожить Киевское или Каневское водохранилище, которое играет огромную экономическую роль в жизнедеятельности страны. То есть убивать собственную экономику невозможно. Но для Каневское водохранилище это примерно так же, как удар по Ахмадеду. Они же его анонсировали ранее. Они же говорили, будем бить по медицинским учреждениям. Вот они и ударили по... Ну, они говорили, что Украина собирается ударить с целью провокации. А на самом деле прилетела ракета Х-101. Тем более, что уже были факты ударов по двум плотинам. Там это Днепрогресс была попытка атаковать и была попытка атаковать... Сейчас вам скажу вторую станцию. Это Каневское водохранилище. Уже было 29 марта текущего года аршивские войска пытались атаковать. Днепрогресс очень сильно атаковали. Восемь ракет туда ударили. И там выведены из строя обе гидроэлектростанции. Их там две. Одна справа, одна слева от плотины. Но плотина не пострадала. Вообще, вывести плотину из строя, разбить плотину ракетами практически невозможно. Она выдерживает удары. А вот разрушить, чтобы ее разрушить, надо поступить точно так же, как с Каховской ГЭС. И когда ее заминировали изнутри. Там, кстати, по некоторым источникам, рашистские причем, говорят о том, что туда вагон взрывчатки завезли. Для того, чтобы ее завозили там несколько недель. Завозили партиями эту взрывчатку и распределяли по всему телу плотины. У основания плотины. То есть, в самых нижних помещениях. Только так удалось одним взрывом разрушить плотину. Здесь плотины охраняются, находятся под нашим контролем. Но сам факт подачи информации, что якобы вооруженные силы Украины готовят удар по вот этим гидросооружениям. Так, извините, Каневское водохранилище является источником воды почти для одного миллиона жителей Киева. Мы берем воду благодаря этой дамбе. Энергетика, тепловые станции работают, гидроэлектростанции работают. И сельхоз 25 тысяч, по-моему, гектаров питается, сельхозземель питается от этого водохранилища. То есть, каким же надо быть идиотом, чтобы самому уничтожить такую огромную, если создать такую техногенную катастрофу, которая перейдет в экологическую катастрофу. Фактически, Киев расположен на берегу Каневского водохранилища. Если бы России удалось осуществить планы уничтожения, последствия для Киева и многих других населенных пунктов были бы просто катастрофическими. Так что, вот вам яркий пример, куда они будут бить следующие ракетно-шахедные удары. Ну, ракетные в основном, потому что шахедами там вообще ничего не сделают. Так что, вот, внимательно осмотрим и что будут делать. Раз анонсируют, значит будут бить. Вот так работает информационно-психологическая спецоперация, которую очень часто используют в своей повседневной деятельности расистская пропаганда. Вот так работает пропаганда. Чтобы вы понимали и, соответственно, знали. Ну, и такая новость в Рашистской Федерации планирует заблокировать YouTube осенью. Об этом сообщает Раша СМИ. В течение следующих месяцев видеохостинг будет постепенно замедляться, после чего должен быть полностью заблокирован. Как говорят депутаты Госдумы, у нас тоже есть хорошие видеохостинги. Так они сказали. Это вызвало волнение в обществе. Кстати, я скажу, что это не слухи. Эта информация имеет под собой все основания. Почему? Потому что на протяжении 2023 года Роскомнадзор обязал провайдеров закупать оборудование для блокировки трафика. В том числе и видеохостинга, и Фейсбука, и Ватсапа. Причем оборудование закупали в Китае. А в Китае, я вам скажу, что там огромный опыт блокировки всего того, что не китайское. Они переделали WeChat под себя. WeChat у них основной мессенджер, который контролируется государством, который является электронной платежной системой. Через него можно рассчитываться по QR-кодам. А все остальное там блокируется. И даже VPN не помогают. Кстати, Роскомнадзор и уже до VPN добрался. Есть распоряжение о том, чтобы изъять из всех интернет-магазинов приложений все, что касается VPN. Так что это вполне обоснованно. И, видимо, они технически готовы отрезать Россию от внешнего интернета, от внешнего мира. Но это вызвало очень, видимо, большую реакцию и негативную реакцию среди населения. И Песков, рупор Кремля, тут же сделал заявление, что Российская Федерация этого делать не будет. Это у Ютуба проблемы с оборудованием. То есть, видите, как преподносят, что никто не будет блокировать. А то, что Ютуб пропадет из информпространства, из интернета на территории Российской Федерации, так это у Ютуба накрылись якобы серверы, хостинги и другое оборудование. То есть, заранее. Опять же, информационно-психологическая операция по манипуляции общественным мнением. Это не мы закрыли Ютуб, это не Кремль закрыл Ютуб, это Ютуб, у Ютуба сломались серверы и он не может транслироваться или не может быть открыт с территории Российской Федерации. Вот так вот преподносятся, готовят осенний подарок россиянам на всей территории Российской Федерации. Ну и, наверное, сегодняшняя вишенка на торте будет, это в Норвежском море столкнулись русский, рашистский корабль и глубоководный аппарат. Об этом сообщает наше главное управление разведки. 1 июля 24 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждение модернизированный рашистский глубоководный аппарат АЭС-36. В момент спуска глубоководного аппарата в воду экипаж корабля-носителя, Михаил Рудницкий называется корабль, не справился с управлением кораблем и АЭС-36. В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждение, которое не позволяет продолжать испытания. Сейчас рашисты проводят оценку ущерба и времени необходимого для ремонта АЭС-36. То есть они его ударили об корабль, этот глубоководный аппарат и теперь он не может быть дальше продолжен на испытании. Кстати, такие вещи в таких условиях, там подняв его на корабль, носитель отремонтировать невозможно, потому что это связано будет с риском. Это глубинное погружение, это огромное давление и даже маленькая микроскопическая дырочка или трещинка или вмятинка может послужить тем, что в этом месте силы давления начнут сжимать этот глубоководный аппарат. И все, кто в нем будет, просто погибнут. Их сожмет, вот как те, кто погружался, чтобы посмотреть на обломки Титаника на таком полулевом аппарате, вот их там раздавило на глубине 1800 метров, их раздавило в лепешку. Вот тот глубоководный аппарат. Его потом подняли и показывали, что от него осталось. Вот то же самое может произойти и здесь. Но, тем не менее, бесстрашные расисты будут сейчас его ремонтировать на палубе, как там говорится, с помощью молотка и каких-то других словесных инструментов. Вот, и оценив ущерб и время, необходимое для ремонта, может быть, даже продолжат испытания. Ну, вот такая у них, такой случился, оказывается, за что не возьмутся, все, все, везде получается, что они начнут делать, как там говорят, что они не делали, все время у них получался КПСС. Ну, что ж, вот такой обзор получился сегодняшние, за прошедшие сутки, на сегодня. Вот, поэтому я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Субтитры создавал DimaTorzok